Добрый день! Мы сегодня начинаем вторую лекцию, посвященную алгебрам Клини, алгебре регулярных выражений и логике для них. Я напомню то исчисление, на котором мы остановились. Это исчисления инфинитарной генсоновского типа. Их было два. Что это за системы? Они обе были основаны на некоторой небольшой логике для полуколец. То есть в сигнатуре у нас были операции плюс-умножить, были константы 0 и 1, и вот была звездочка Клини. Для всего, кроме звездочки Клини, логика была общая. И правила были финитарными, никаких бесконечностей там не было. Что это за такие? Сначала аксиомы. Есть аксиома. Давайте я греческим буду писать, как в прошлый раз. ID – это аксиома тождественная для констант. Три правила, точнее, две аксиомы и одно правило. Значит, пусто стрелка единица. Это единица справа. Единица слева, и ноль только слева можно было взводить. То есть такое. Для зеленого справа, как всегда, это ложь, для нее всего мы не знаем. Плюс и умножение. Значит, плюс. Значит, дизюнкция. Это слева, справа два правила, значит, это, соответственно, плюс. Левый, значит, здесь так. Плюс справа. Умножение. Это умножение слева. И умножение справа. Базовое исчисление. Я его довольно быстро, наверное, сотру. А вот на той доске мы напишем два исчисления с бесконечными выводами разного типа для звездочки. Значит, первое, которое мы исчисление рассматривали, это было Ка. Омега, с омега-правилом, значит, здесь были правила. Здесь конечно, что он посылок. Альфа-степенент просто n раз повторенная альфа. Значит, здесь была гамма альфа. Можно так звездочку вывести. Ну, а здесь правило было вот такое. Это будет, давайте, звездочка левая омега-правила. n-т-правила, n число больше либо равное нуля. Если 0, то это аксиома, что из пустоты, то есть из единицы, следует альфа-степенент. Другое исчисление, которое мы рассматривали, было исчисление Ка. Бесконечность с нефундированными выводами, но уже конечное уветвление, здесь правила были такие. Если я хочу вывести альфу со звездочкой в левой части, то я рассуждаю, разбираю два случая. Либо это пусто, либо одну альфу я могу выделить. Это правило я обозначу просто звездочка ль. Левое правило для звездочки. И правое. Значит, вот такое. Это звездочка r нулевое. И просто звездочка r выглядит так. Пи стрелка альфа, дельта стрелка альфа со звездочкой. Пи дельта стрелка альфа, просто альфа со звездочкой. Это звездочка r. Значит, два исчисления. Ну и давайте мы коротко вспомним, что мы в прошлый раз. Да, они, это вот у них правила, которые отличаются, а правила, которые нарисованы там были, это общие правила про плюсик 0 умножения единиц. Что мы бы делали в прошлый раз? Значит, мы доказали следующий факт, что Ка омега оксиматизирует Ну, вот теорию равенства регулярных выражений, ну или неравенства регулярных выражений стандартной интерпретации. То есть это все, ну, каждую секвенцию можно понимать, что слева мы перемножили просто все формулы. Если там пусто, поставили единичку, справа стоит регулярное выражение. Мы интерпретируем их языками стандартным образом, то есть переменные интерпретируем как синглитоны соответствующих однобуквенных слов, а дальше интерпретируем операции кооперации над языками. Вот. И, соответственно, получаем равенство просто двух, точнее, включение двух конкретных языков. Ну, это более-менее то же самое, что равенство, через плюсик можно выразить. Ну, и давайте обозначу еще. Вот так напишу. Теория для произвольных интерпретаций. То есть если два регулярных выражения равны при стандартной интерпретации переменных, то они будут равны при произвольной интерпретации. Это все одна такая большая теорема. Она о корректности о полноте и одновременно о равенстве вот этих. Про Ка омега. Мы ее в прошлый раз доказали. Ну, она не очень интересная, потому что на самом деле, когда мы пытаемся в этой Ка омега доказать неравенство регулярных выражений, то мы просто разбираем альфу, перебираем все слова, которые лежат в стандартной интерпретации. То есть ничего такого глубокого в омеге правиле нет. Ну, и следствие, которое мы можем отсюда получить, что в Ка омега допустимо правило сечения такого вида. Мы его формально в систему не включили, но оно допустимо, потому что оно допустимо вот в этой теории. Значит, что мы будем доказывать сегодня? Значит, сегодня мы будем доказывать вот одну теорему такую, что эти два исчисления… Да, я еще не сказал про корректность бесконечных выводов здесь, сейчас я про это скажу. Значит, давайте про корректность бесконечных выводов здесь скажу. Значит, условия корректности будут. Значит, здесь будут бесконечные нефундированные выводы плюс условия корректности. Условия корректности я его выписывать не буду, я его вот так картинкой покажу. Если у нас вот здесь, вот в этом, через это правило, звездочка левая, проходит траектория, называемая, или след. Вот так вот, направо. И требуется, чтобы, если у нас есть… То есть здесь все выводы, все ветви выводов конечные, а вывод может быть бесконечный за счет этого правила, он может, скажем, ветвиться бесконечно. То есть здесь выводы могут иметь бесконечные ветви, но на любой бесконечной ветви должен с какого-то момента быть такой тректор. Значит, и утверждается, что это исчисление эквивалентно Ка. Омега, подчеркну, без сечения. И тут надо сказать некоторую такую важную вещь. Смотрите, значит, вот здесь мы сформулировали допустимость правила сечения. А вообще говоря, если мы докажем, что эти два исчисления совпадают, то здесь тоже будет допустимо правило сечения. Можно сказать, что мы также доказали термоустранение сечения для Ка бесконечно. Но так говорить нельзя. Почему? Ну, смотрите, допустимость правила сечения здесь понимается в таком слабом смысле, что множество теорем замкнута относительно применения правила сечения. То есть мы доказали какие-то два утверждения вот такого вида, мы можем применить правило сечения, и вот это будет доказуемо безо всякого сечения. Это верно для Ка омега. И для Ка омега из этого следует более сильное утверждение, а именно, что если мы добавим сечение как правило, то множество теорем от этого не поменяется. Ну, это вывод-то бесконечный, у него может быть бесконечно много сечений, вообще говоря. И почему из-за устранимости одного сечения, как бы в самом низу вывода, следует устранимость сечений во всем омега-выводе, вот с такими правилами, но конечной глубины. Ну, можно подходить к этому вопросу по-разному, можно ввести... Ну, не конечная, да, фундированная. Фундированная, да, это еще даже. Можно, значит, действительно эту глубину измерять каким-то ординалом, например, и ввести по нему тросфинитную индукцию. Можно доказать это немножечко даже проще, сказав следующее. Что такое вообще множество теорем в исчислении с омега-выводом? Это наименьшее множество, содержащее аксиомы и замкнут относительно правил. Правильно? Сфундированное исчисление так определяется. Если вот это правило допустимо, то тогда мы говорим следующее, что пусть мы его используем много раз, значит, в каком-то выводе мы какое-то утверждение вывели, почему получилось, что оно тоже будет лежать в этом наименьшем, так сказать, множестве. То есть в этом смысле в К омега допустимость правила сечения в таком слабом смысле, то есть замкнут относительно сечения множества его теорем, эквивалентна допустимости его в сильном смысле, что мы можем его добавить как правило и получить нужный результат. Это, вообще говоря, не совсем так для К бесконечности. В К бесконечности, если мы разрешаем использовать сечение внутри вывода, то это более сильная вещь, чем просто доказать замкнутость множества теорем относительно применения К. Поэтому это будет отдельная теорема, отсюда она не следует. Мы ее тоже сформулируем, но мы ее отложим до лучших времен. Да, именно так. Если у нас бесконечная ветвь, вдоль нее бесконечно много раз повторяется сечение, а это типичная ситуация в циклическом выводе с сечением, сейчас мы такой пример увидим, кстати говоря, то она и будет разворачиваться в бесконечную ветвь, и непонятно, как быть, так сказать. Вот. Значит, Это теорема устранения сечения, мы ее докажем сразу для более сильного вычисления. Она довольно техничная, как вводится, доказать теорема устранения сечения, мы ее докажем сразу для системы с импликациями. Клини-Алджебра. Потому что КЛ было бы клини-Летис. У нас нет этого самого. К сожалению. Нет, это не клини-Летис. Это логика в клини-Алджебра. ЛКА, можно сказать. Вот. Ну, это обозначения в статьях такие. Вот. Значит, ну давайте мы, что мы будем доказывать? Этот теорем мы отложим, вот давайте этот теорем мы докажем. Сначала это некоторый долг нашего прошлого раза, потом перейдем к циклическим рассуждениям. Значит, ну здесь два, две импликации. Импликацию вот эту мы уже проверили. Из омега-правила в бесконечный. Омега-правила можно моделировать с помощью вот цепочки вот таких вот правил, так вертикального поставить как бы и диагональный немножко, и там вот трек как раз появится. Ну и другое вот это правило тоже можно имитировать конечным уже числом вот таких правил. Там ничего бесконечного не возникнет. Поэтому интересно в другую сторону направления. Сейчас затру старое исчисление. Это мы запомнили как бы. Значит, ну прежде чем двигаться вперед, я скажу следующее соображение, которое нам, может быть, даже для доказательства этой теоремы-то и не понадобится, но понадобится нам в будущем. Значит, соображение такое, даже я не буду говорить теоремы, это длительное соображение, что бесконечный вывод вот в этом исчислении без сечения корректен тогда и только тогда, когда на любой бесконечной ветви бесконечно много раз применяется вот это правило, причем ветвь идет направо. То есть в чем отличие? Наше условие корректности требовало, чтобы вдоль бесконечной ветви с какого-то момента началась бесконечная траектория. То есть конкретная формула, которую бесконечно много раз разбирают с использованием этого правила. В случае, когда сечения нет, достаточно потребовать, чтобы просто это правило в правильную сторону применялось бесконечно много раз. Если сечение разрешить, мы помним пример, когда это не так, когда в каждый раз вот это правило применялось бесконечно много раз, но каждый раз траектории сворачивали никуда нужно. В чем отличие выводов без сечений? В выводах без сечений любая формула, которая была введена где-то, наследуется самую финальную секвенцию. Сечение – это единственное правило, которое может убрать какую-то формулу. То есть формула, или если смотреть снизу вверх, то формула появляется в сечении, вот это вот альфа. А так все формулы – это под формулу того, что было внизу. Соответственно, чтобы это соображение обосновать, что мы можем сказать? Предположим, что у нас есть вывод, удовлетворяющий вот такому условию от противного, но в котором есть бесконечный ветвь, в которой нет корректной траектории. Нет этого следа, который проходит. Значит, тогда давайте мы будем смотреть на вот эту ветвь. И вот на ней находится применение правила звездочка L, которые удовлетворяют вот этому условию. где наша ветвь идет каждый раз направо. Тогда, значит, у нас что будет происходить? В принципе, каждый из них оперирует какой-то своей формулой альфа. Альфа со звездочкой. Но если мы возьмем здесь, значит, было здесь какое-то альфа, ну, здесь какое-то альфа-1, здесь какое-то звездочка, здесь альфа-2, здесь какое-то альфа-3. И мы у каждого из них есть своя вот, ну, давайте их выделим. И каждый из них у нас наследуется финальную секвенцию. Каждая из этих формул по, так сказать, твоей индивидуальности. И наследуется она, конечно, если это были разные, так сказать, траектории, так, какая-то траектория, может, конечно, здесь где-то будет, допустим, какое-то альфа-1, и может оказаться, что, ой, а мне все со звездочкой, я не пишу, что это звездочка, со звездочкой, что траектория, так сказать, прошла вот так. Вот. Какая-то траектория из этих может исчезнуть, уйти. То есть, может оказаться, что она, мы где-то повернули не в ту сторону, и альфа-1 пропала, вот в этом правиле. Может оказаться, что траектория шла-шла-шла, мы для нее применили несколько раз правило звездочка L, а потом оно ушло, а потом мы, вот эта траектория была, а потом мы перескочили на левую посудку. Так может происходить. То есть, ну вот, например, мы по нашему пути идем, мы, значит, у нас у каждого, каждое правило применялось к какому-то своему вхождению, но может так получиться, что оно пошло, что оно пропало. Ну, например, я спускаю, да, вверху вниз, вверх-вниз никуда не пропадают, да. А если мы эти треки теперь продолжим снизу вверх, то какие-то этих треков могут с этого нашего пути соскочить? Ну, например, даже по не обязательно звездочетому правилу, а по правилу, например, умножения справа. Правило, которое делит левую часть на π и дельта, и мы можем оказаться не в той части. Но, тем не менее, каждый из этих путей для каждого из этих правил соответствует какой-то подформуле внизу. И это по шуму конечное число. А этих правил бесконечно много. Это значит, что среди них найдется подмножество вот этих применений, лежащие на одной траектории. И это та самая траектория, которая нам нужна для условия коррекции. Может быть, это поображение левого кёнига левого кёнига разделено все, и мы хотим, это бесконечное левое, бесконечное веточное, то есть в сутки и в сутки и в сутки и в сутки и в сутки да, но мне кажется, здесь даже это не требует левого кёнига, потому что тут вдоль этой... Мы же одну ветвь рассматриваем, если что не ветвится. мы просто рассматриваем одну последовательность, то есть вот эти треки ветвят. то есть �� сложно да? и это не с этим начинается из Ну, соответственно, одна из них красная звездочка, а другая Б со звездочкой. Да, 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 да. То есть, какая мораль всего этого? Мораль такая, что если у нас выводы без сечения, то можно не думать о траекториях. Вот мы в прошлый раз как раз заканчивали тем, что в выводе без сечения циклическом отыскивали траектории, это здесь не нужно. Нам достаточно проверить, если вывод циклический, что просто в любом цикле есть вот этот правило звездочка L. И цикл пойдет направо. Если одно хотя бы есть, то уже этого хватит. С сечением это не так. У вас был в прошлый раз контрпример. Почему не так? Ну, потому что в процессе сечения, то могут появляться новые траектории, и может оказаться, что старые траектории уходят с нашего бесконечного пути, но появляются новые, траектория, ни одной общей траектории нет, и вывод некорректный, доказывать неверную траекторию. Так бывает. Вот. Значит, с этим соображением мы прошли. Теперь мы будем доказывать теорему. Значит, мы доказываем, что, значит, пусть у нас есть бесконечный вывод без сечения секвенции Пи стрелка бета, значит, и мы доказываем, что это имеет омега-вывод. И тут есть, на самом деле, основная лемма об обратимости омега-правила. Значит, что если К бесконечность доказывает… Для любого. Когда мы это докажем, то мы сразу, так сказать, действуем. Дальше будет сразу все просто. Значит, тогда мы делаем это довольно простым путем. Просто начнем заменять… Вот у нас есть какой… Сейчас я сотру… Значит, вот у нас есть бесконечное дерево. Вот у него в корне находится секвенция гамма альфа-звездочка дельта стрелка бета. И мы здесь действуем индукцией по n. И мы делаем вот что. Мы заменяем вот эту вот альфа-звездочкой на альфа-вентай. Здесь и дальше начинаем подниматься, думая, как нам это все… Значит, простой случай, когда n равно нулю. То есть нам надо просто его убрать. Мы его просто убираем отсюда. Дальше мы как-то поднимаемся. Если у нас, как говорится, не главное правило, то есть правило, в которых вот эта альфа-звездочкой не вводилась, то есть все правила, кроме звездочка l, то мы просто можем эту альфа-звездочку оттуда убрать. Ничего от этого не используют. Правый, левый не вводят. То есть интересный момент происходит, который… Он может несколько раз произойти, потому что что-то может разветвиться за счет звездочка l или за счет плюсика l. Где-то произойдет следующее. У нас будет вот какая-то точка, где применение правило вот такое. Было какое-то гамма-штрих альфа-звездочкой дельта-штрих стрелка бета, а оно вывелось из… Вот такого и вот такого в эту штрих тоже. Значит, что мы в такой ситуации делаем? Нам теперь нужно убрать эту альфа-звездочкой. Мы, значит, убираем ее отсюда. И после этого у нас же что? У нас здесь какой-то вывод растет. И здесь какой-то вывод растет. Мы после этого выбросим просто все вот это, а эти две секвенции просто одно и то же. В случае n равно 0, мы обрезаем просто наше бесконечное дерево. И дальше вопрос, почему это будет по-прежнему корректное дерево. Бесконечный вывод? Ну, потому что, значит, бесконечных ветвей в нем меньше. В смысле, бесконечные ветви нового вывода – это подмножество бесконечных ветвей исходного вывода. альфа-звездочкой. Но это как бы не интересная вещь. Интересная другая. Значит, когда у нас здесь находится… тут была альфа-звездочкой, а мы решили подставить альфа в степени n сюда. Опять же, мы доходим до применения звездочки l главных. Здесь у нас появляется… теперь что у нас появляется? здесь… вот это я не буду уже стирать, оставлю… не буду удалять. Здесь у нас альфа… ну, мы уже заменили его на альфа в степени n. Здесь у нас гамма… какое-то дерево d. теперь мы наоборот… да, и это случай, когда n у нас больше… или равно единице. Это не нулевой случай. Тогда мы что делаем? Мы говорим… во-первых, в этом случае мы удаляем полностью вот это все. Это нам уже не нужно. После чего мы говорим, что, значит, по предположению индукции существует какое-то дерево без волной, корректное дерево, которое доказывает… вот такую секвенцию. Это в точность предположение индукции. Здесь мы звездочку заменили на альфа в степени минус 1. Предположение индукции глобально, то есть оно формулируется так, что мы доказываем эту лему индукции по n для любых гамма, альфа, дельта и бета. То есть не то, что мы ее для конкретных гамма, альфа, дельта и бета доказываем, для любых при фиксированном n. Мы можем пользоваться предположением индукции для любой другой секвенции, в частности, вот для такой. Но эта секвенция, это, на самом деле, то же самое, что вот эта. А дальше что мы получаем? Мы начинаем собирать наш вывод. Теперь в каждом месте, где мы, поднимаясь от вот этой гамма альфа и бета, мы дошли до применения правила звездочка L, мы вместо того, чтобы его дальше двигать, мы заменяем соответствующий вот это все, что было выше, заменяем на вот это D с волной, который появился предположением индукции. Ну и нужно, получился некоторый бесконечный вывод, нужно проверить его корректность. Делать следующим образом. Как устроены бесконечные ветви в новом выводе? Бесконечная ветвь могла либо не заходить ни в одной из этих D с волной, а их много в каждом таких правил применения, может быть несколько и, соответственно, может быть. И может даже бесконечно много на самом деле быть, потому что мы могли вот эту отпочковывать какими-то другими звездочками правилами, вдоль какой-то веточки мы могли много раз. Но, тем не менее, любая ветвь либо заходит в такую D с волной и уже оттуда выйти не может, потому что это дерево. Это не циклический граф. Если она даже не заходила в D с волной никогда, то тогда это была ветвь исходного дерева. Ну, может быть, с точностью до переименования чего-то. Например, вот эти альфа со звездочкой заменилось на альфа n. Но в этой ветви, раз мы не зашли в D с волной, в ней не использовалось правило звездочка L для вот этой формулы. Альфа со звездочкой. В сравнении каких-то других формул. И эти применения звездочка L остались как были. И по нашему соображению они гарантируют, что это корректно. Другой вариант, что наша ветвь зашла в D с волной. Но тогда у нее есть какой-то начальный отрезок. Вот она как-то здесь была. Она сюда вошла. А дальше это уже ветвь в доказательстве D с волной. А D с волной по предположению индукции корректно. А корректность, она такое как бы условие асентатическое. Оно, если оно верно для кого-то хвоста ветви, то оно верно и для силы. Вот такая лемма. Ну и дальше на самом деле можно по-разному рассуждать. Можно на самом деле самый простой способ доказать еще одну-две леммы. А именно можно даже как пункты формулировать. Они в отличие от этого очевидны. Значит, второй пункт такой, что если… Ну их на самом деле даже будет не два, их будет четыре по количеству этих ног. Она левая, а это правая. Она… Да. Полярность. Ну и здесь полярность все очень просто, потому что импликации нет. Никто, кто находится справа, никогда не может оказаться слевой, наоборот. Тут как бы даже не нужно определять понятие полярности. Просто есть формула слева, есть формула справа независимая рука от друга. Здесь только бета плохо. Давайте гамма здесь напишем. Гамма. Вот так. Значит, третье, но я уже не буду его выписывать. Это то же самое для умножения. То есть, если у нас здесь обратимость правила для умножения, если выводится с умножением, то выводится с запятой. Ну и четвертое для единицы. Так, единицы пишу обычно. Если вывелось с единицей, то вывелось и без единицей. Доказательства, ну они похожи на вот это, но тут никакой индукции не нужно. Давайте я первое докажу. Значит, пусть доказано вот это, мы хотим доказать, что верно с альфой, не альфа-дета-альфа. Берем. Для исчисления с омега-правилами у нас уже это было, да? Да, 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 да. Для исчисления с омега-правилами это было, и мы это делали с помощью, может, даже с ранимостью сечения это было сделано. Сейчас с высоких позиций. Вот. Ну там было, нет, там было не совсем для этого, было для теории это было доказано. Ну, бог с ним, я сейчас для К бесконечно доказываю. Семантическое. Семантическое, да. А здесь не токсическое, что если выводим с альфой плюс бета, то выводим, ну, например, с альфа. Ну, аналогично с бета. Доказательство совершенно тривиально. Возьмем, везде выбросим это плюс бета в нашем доказательстве. Что произойдет? Доказательство будет правильным до тех пор, пока мы не дойдем до того правила плюсик слева, которое ввело это альфа плюс бета. А когда мы до него дошли, то просто мы вот эту бетовскую ветвь просто отбросим, оставим только альфовскую. С умножением аналогично. Значит, если у нас есть умножение, мы его заменяем на запятую везде. Вплоть до того места, где оно было введено. Где оно было введено, это правило просто тривиализуется. С единицей то же самое. Мы просто везде ее выкидываем до того места, где она была введена, если она была где-то введена. Там тоже правило тривиализуется. С нулем я это описать не буду. Если где-то слева есть чистый вот такой ноль, то есть вида гамма, ноль, бета, дельта, стрелка, бета. Эта секвенция просто сразу доказуема. Можно ее не пытаться даже никак там доказывать. Можно просто сказать, что она сразу доказывается. Такая бесконечность как аксиома. И если у нас был какой-то более длинный вывод, можно его просто убрать. Но мы могли пытаться в гамме, в дельте что-то делать с нулем. Нет, про ноль, здесь теоретическое обратение, про ноль ничего не выписал. Про ноль можно просто сказать, что если у нас секвенция вида гамма, ноль, дельта, стрелка, бета, то эта секвенция просто всегда является аксиомой. И в этом вычислении тоже. Да, она аксиома, и поэтому если у нас был какой-то вывод, то можно просто ее проигнорировать. Ее можно, может быть, секвенция какого-то такого вида, например, 0, стрелка, 0. Ее можно вывести как одну аксиома, а можно как другую. Или там 0, стрелка, 0, плюс 1. Ну, как бы. Но можно всегда считать, что если такая секвенция есть, то никакого вывода на ней нет сразу аксиома. Для удобства. Значит, теперь что мы будем делать? Теперь можно доказывать теорему. Предполагаем, что выводят секвенция ви, стрелка, бета. И начинаем ее выводить, агрессивно применяя левые правила. Поскольку они все обратимы, мы действуем индукцией по, значит, ну, тут вот надо аккуратно это сказать. Мы строим вывод, пока он, грубо говоря, омега-вывод, пока он строится. Разбирая левую часть. Все, что там было, все выводимо в исчисление из бесконечности. То есть, что в итоге у нас получается? У нас получается набор секвенций, в которых в левой части, как уже мы это проходили на самом деле, только у нас раньше была темантическая истинность, а теперь у нас выводимость в бесконечном исчислении. Но мы как раз и хотим понять, что это одно и то же. Значит, у нас в левой части теперь, после того, как мы все это агрессивно применили, нет ни операции, ни констанции. То есть, мы свели нашу задачу вот такую к секвенции вот такого вида. А1, АМ, стрелка, то же самое, кстати говоря, бета, бета не менялся. Правило, независимость левой и справа. Мы агрессивно их применили, получили вот это. А теперь, почему все эти секвенции доказуемы в К бесконечности? Теперь утверждается, что эти выводы на самом деле конечны. Почему они конечны? Потому что здесь нет левых звездочек. Раз у нас нет левых звездочек, то значит, мы не можем применить правило звездочка L. Никогда. Вывод без течения. А раз так, то мы не можем обеспечить корректность никакой бесконечной ветки. Это значит, что вывод конечный. Ну и теперь нужно как-то финализировать наше доказательство, а именно разобраться вот с этим правым правилом. Оно немножко другое здесь. Вот с этим. Ну и тут давайте мы немножечко схитрим. Можно его как-то разбирать, индукцию какую-то вести по нему. Я немножко схитрю в этом месте. Я скажу следующее. Значит, я утверждаю, что вот пусть у нас есть конечный вывод. И я его буду, я это правило заменю вот на что, на такое двойное сечение. Пи стрелка альфа, дельта стрелка альфа со звездочкой, альфа альфа со звездочкой, стрелка альфа со звездочкой, два раза сечение дает нам вот такое. Согласны? Вот эта секвенция доказуема в Ка омега. Это простое упражнение, в том, что омега правила легко и убить. Омега правила и вот это. Это значит, что если у нас есть конечный вывод в Ка бесконечность, то есть отсюда мы сразу можем получить, что у нас есть вывод с сечением вот такой вот секвенции в Ка омега. Вот просто заменив вот это вот правое правило звездочка r на сечение, звездочка r0 у нас останется, потому что это частный случай правила из омега исчисления. А все остальные правила те же самые. Звездочка r никогда не используется, потому что слева у нас нет звездочки. Ну и все. А отсюда следует, что вводимые без сечения с помощью, так сказать, той теоремы семантической, которую мы уже доказываем. Вот. И это будет уже конечный вывод, кстати говоря. И на самом деле можно было сделать напрямую, это некое упражнение для вас, без использования омега правил, потому что здесь конечный вывод, здесь тоже конечный вывод. На самом деле. Потому что там используется только правое правило звездочки, а не конечное. Вот здесь сделали такой трюк через вот этот вывод на самом деле бесконечный, потому что это вот α, α, звездочка, звездочка выводится с помощью бесконечного вывода. Но там из этого бесконечного вывода при устранении сечения, на самом деле, все пропадает. Надо понять, как это устроено. На самом деле, там будут примерно такие же преобразования, как и вот здесь. То, что там индукция, как и вот здесь. После чего, что теперь надо все обратно собрать? Мы знали, что у нас эти секвенции. Мы знали, что они получены обратным применением правил вот этого исчисления. Значит, если эти правила опять применить в прямом виде, то получится наша исходная секвенция Пи-стрелка. Вот такой вот. Так, ну давайте пойдем дальше. Это некий долг был, на самом деле, с прошлого раза. А теперь мы будем делать вот что. Значит, у нас был такой пример рабочий. Мы доказали теорему. А вот вторую теорему про устранение сечения в Ка омега мы отложили. Значит, пример был такой. Слабая, да. Про сильную, про сильную потом скажу. Там все намного хуже. Это я, может, в самом конце поговорю. Пример. Значит, ну пример был вот такой, что А плюс Б со звездочкой равно вот такое. Значит, у нас было две стрелки. Вот эту стрелку мы, значит, сделали в прошлый раз. И здесь было циклическое... А, да, извините, вот так. Доказательство без сечения. Ну и мы там даже эти траектории построили. Но, как мы сегодня поняли, это не обязательно. Вот. Теперь давайте в обратную сторону. Это было упражнение, кстати. Кто-нибудь его проделал интересно? Не получилось. Да, но это не зря. Давайте я выпишу эту секвенцию. И прямо вместе с вами будем пытаться ее доказать. Ну, давайте мы на нее посмотрим вообще. Мы пытаемся строить, повторяю, вывод без сечения. Cut-free. И более того, что мы можем заведомо сказать. Значит, эта секвенция истинна в стандартную интерпретацию. Это можно легко проверить. Здесь все слова из ашек и бэшек, и здесь все слова из ашек и бэшек. Это одно и то же множество. Значит, что а доказуемо в ка омега, значит, доказуемо в ка бесконечно. Без сечения. Значит, можно построить вывод без сечения. Ну и как его строить? Давайте ее... Как единственное, что мы ее внизу напишем. Потому что вывод может быть огромным. Вот так бывает. А он будет на самом деле бесконечным. Поэтому неважно, где писать. Все равно весь вывод не пометен. Вот здесь напишу. Ну, смотрите, значит, какой здесь, какая здесь мораль вообще? У нас вывод без сечения, значит, нужно разобрать какую-то связку. Что мы можем разбирать? Ну, разобрать... Разобрать это умножение, это... Ну, мы так делали, когда мы слева была у нас вещь. Это плохая идея. Почему? Потому что это значит, что здесь у нас одна формула стоит. Это значит, что нужно какому-то из этих сопоставить пустое. Но тогда у нас, смотрите, если я вот напишу из этого с левой, тогда со звездочкой, это просто неверно. Потому что здесь все бэшки бывают, а здесь нет. А здесь, смотрите, что происходит. Это слово, оно либо пустое, либо начинается с бэшки. Опять же, без аших нельзя. Поэтому разбирать это умножение мы не имеем права. Ну, сможем, но хорошего ничего не выйдет. Получатся ложные секвенции, они, естественно, не могут быть доказаны. Значит, надо разбирать левую. Ну, то есть у нас остается что? У нас остается вот такая. Ну, и это, конечно, доказуемо. Тут мы разбираем умножение, ну, и получаем две копии аксиомы. А здесь получается так. А плюс Б. И это правило зудочкой. Ну, теперь мы должны, конечно же, здесь, это правило, мы можем всегда разобрать плюсик. Можно еще раз эту разобрать. Можно разобрать еще вот тут, конечно, по кругу. Но плюсик, как мы только что поняли, он обратим. Так что плюсик слева можно разбирать всегда. Это у нас, по крайней мере, ничего не испортит. Здесь получается так. А. А плюс Б со звездочкой. Стрелка. Вот то же самое. Потом с Б. А. А. И вот давайте сначала приятное. Сначала мы разберем вот этого. Здесь вроде как все хорошо. Мы можем сказать, что у нас эти слова начинаются с Б, эти слова начинаются с Б, так что можно А со звездочкой просто изолировать. Это значит, что у нас умножение справа. Ну и что теперь нам делать? Значит, теперь нам нужно... Ну, можем сделать просто. Можем разобрать. А, нет, так нельзя. Значит, нам нужно будет, если я так разберу, Б стрелка Ба со звездочкой, то дальше у меня будет просто неправда. Значит, я должен... Здесь на самом деле делается, по-моему, как-то... Ну вот дальше что мы можем сделать? Значит, мы можем... Это пока тоже верно все. Если мы разберем вот эту звездочку правую, то у нас получится что? А плюс Б со звездочкой, стрелка... Ба со звездочкой со звездочкой будет. Так нельзя сделать, потому что она будет... Либо пустой, либо начинается с Б. Вот, поэтому нам нужно здесь будет вытащить отсюда... Ну вот уже возникает некоторое... А нельзя, мегаправило. Да, вот, да, да. Придется налево. И вот тут возникает уже проблема. То есть мы должны тогда, значит, сказать... Можно сказать вот так. Да, мы пока без сечения пытаемся найти вывод. Значит, мы идем так. Потом мы должны сказать... Б... А плюс Б. А плюс Б со звездочкой, стрелка. Вот такое. Вот. И здесь мы должны тоже... Значит, Ба тоже то же самое. Бб тоже самое. А если мы здесь будем доказывать, то, к сожалению, нужно, значит, здесь будет АБ, стрелка. Что-то такое появится. И так далее. Понимаете, к чему я клоню? Что когда мы будем так вот подниматься вверх, то у нас в качестве посылок будут появляться... Смотрите, вот здесь появилось пустое слово стрелка со звездочкой. Здесь появилось Б. Надо доказать, что в Б со звездочкой лежит. Здесь появилось Ба, и нужно будет в частности доказывать, что лежит там, где нужно. Здесь появилось АБ, вот здесь появилось ББ. То есть, фактически, этот вывод без сечения, он не циклится. И он реализует, на самом деле, омега-правила. Если у вас было омега-правило, то мы могли бы сразу сказать, окей, разберем вот это для произвольного N. Потом для каждого N нам нужно будет разобрать плюсик всеми возможными способами. И просто нам будет доказывать, что для любого слова из АШ и БШ доказуемо вот это. Доказательство для каждого как бы свое. Нерегулярное доказательство. Оно разное для каждого слова. Здесь мы, в принципе, сделали то же самое, но, может, немножко в другом порядке, применяя правила. И давайте я это ставлю как задачу. Значит, ее можно порешать. Ну, вопрос в чем? Может оказаться так, что в каком-то другом порядке, применяя правила, мы могли бы зациклиться. Это на самом деле не так. Нужно будет сообразить некоторый вариант, что... Да, что, значит, секвенция... Вот это вот не обладает циклическим выводом. Вот в этом исчислении без сечения. Ну, вывод циклический значит, что в нем регулярное вывод, что конечное число различных незамокных поддеревьев. Ну, а циклический означает, что в какой-то момент можем зациклиться. Ну, и условие корректности, раз, но без сечения, очень простое, что по пути от места, куда приходит циклическая стрелка, до того, откуда она приходит, должно быть правило звездочка A, ведущая направо. Этого достаточно. Треки отслеживать не обязательно. Вот. Но у этой секвенции есть вывод с сечением. Да. Значит, ну вот, о большинстве, кстати, говорить не буду. Нужно догадаться, почему, как, так сказать, это... Так, это я сотру все. То есть, отсюда следствие из этой задачи такое, что циклическая система без сечения слабее, чем инсанитарная система. А что про секвенцию системы с сечением? Ну, опять же, на нашем примере мы можем сделать вот что. Смотрите, что я могу написать. Значит, я пишу. Вот тут я точно снизу начну. Это будет конечный вывод. То есть, существует секвенция. Ну, даже здесь к вам более сильно не превратить, а не существует даже другого какого-то вывода для той же секвенции. Не обязательно нужно какое-то преобразование. Тут я действую так. Я сначала сразу... Не, я не буду сейчас сразу применять сечение. Я скажу следующее. Значит, я сначала разберу вот эту звездочку или напишу. и сделаю здесь следующее. Значит, во-первых, я возьму, конечно, пустое. Этого Вадима конечным выводом я здесь откладываться не буду. Здесь я скажу так. А плюс В. То есть, начинаю точно так же. Даже вот здесь кобок поставить. Вот так. Разумеется, беру плюсик слева. Получаю здесь А. Вот так. С другой стороны я подальше отведу, чтобы вывод хорошо рос. Здесь с Б-шкой то же самое. Вот так. Пока что все то же самое. Правильно? А теперь я говорю следующее. Вот, например, я хочу вывести первую. Я для нее пишу такой вывод с сечением. Вот это плюсик. А это сечение. Значит, А. Вот это. Вот такую вот эксклюзиквенцию. Я объявляю, что раз слово начинается с А-шки, то я могу взять А-шку, а потом произвольное слово. После чего здесь я говорю. Сечение. Эта секвенция, опять же, имеет конечный вывод. Давайте вот такими треугольничками буду рисовать там, где есть конечные выводы, чтобы просто и не загромождать картинку. Здесь я из вот этого Б-а со звездочкой вывожу вот это, а из А-а со звездочкой вывожу А-а со звездочкой по правилу для звездочки направо. Поэтому здесь есть какой-то конечный вывод. Вон, там три правила надо приводить. Что происходит тут? А тут я применяю правило умножения направо и получаю А-стрелка А, а потом получаю вот это. И это уже цикл. Это еще не все. Есть еще вторая. Ну, вторую, наверное, уже вы сейчас догадались, что надо там делать. Ну, нужно тоже применить сечение, но сечение нужно применить уже с такой формулой. Опять же, Б, А плюс Б со звездочкой, стрелка, Б, А звездочка, Б, А звездочка, звездочка. Ну, тут-то, кстати говоря, можно обойтись уже и без сечения на самом деле. Потому что можно здесь сказать, наверное, ну, тут как получается, можно А со звездочкой изолировать и эту изолировать. В любом случае, давайте будем действовать по-простому. Вот, значит, Б, А звездочка. Вот так еще одно сечение. У этой секвенции есть конечный вывод, опять же. Ну, это упражнение, как его построить. А здесь, опять же, правило дает нам Б, стрелка, Б, и вот эту вот нашу исходную любимую секвенцию. И здесь остается то, что нам нужно. И это тоже цикл. Туда же исходная. Ну, тут вывод с сечениями, причем сечения внутри цикла проходят, поэтому нужно следить за траекториями. Тут ничего не сделано. Значит, ну, давайте будем их отслеживать, эти траектории. К счастью, здесь все просто, потому что траектория будет одна, точнее, это на одну формулу. Значит, формула вот эта вот, разумеется, она... Вот она пошла сюда. Левая ветвь конечная, ничего интересного нет. Дальше она разветвилась. Значит, теперь эта ветвь, вот через сечение, заметьте, вот был пример, когда плохо было с сечением. Эта штука пошла не сюда, а вот сюда, в левую часть сечения. И именно левая посылка сечений дает нам цикл. То есть, вот она приходит сюда, правая ветвь, соответственно, сюда и сюда. И она дальше здесь и здесь зацикливается. Ну, и тут уже бесконечная ветвь может быть устроена как угодно. Она может ходить по одному циклу, по другому, в любом порядке. Но по какой ветви цикла в данной итерации она бы не пошла, она все равно проскочит через вот это правило. Оно в самом низу находится. Каждая циклическая ветвь, она, естественно, наматывает какие-то циклы. Каждый циклический проход начинается с нужного нам правила для данной звездочки. Формула, так что здесь все чисто. Значит, это честный бесконечный вывод для, циклический вывод для этой секвенции с сечением. Значит, и давайте я сформулирую как бы некоторую вот такую теорему. Ну, значит, теорема, ну, как бы ее сформулировать. Значит, Ка бесконечность выводит, или даже Ка-мега выводит в секвенцию. Тогда и только тогда, когда в системе с сечением существует циклический вывод этой секвенции. Ну, здесь, на самом деле, обе стороны нетривиальны. Справа налево – это теорема устранения сечения здесь используется, которую мы потом докажем для более сильных. Но это, по крайней мере, элифон. Как доказывать слева направо, совершенно непонятно. Как, то есть, фактически нам нужно угадывать сечение. Вот, их неоткуда взять, грубо говоря. Значит, как вообще их угадать, почему мы захотели так действовать? На самом деле, эти сечения довольно просто устроены. Вот что здесь происходит? Значит, я вот в этом месте, я заменил А со звездочкой на АА со звездочкой. В принципе-то, я, если бы вот этой второй части здесь не было, вот этой вот, я мог бы это сделать для всякого сечения. Но, правда, при этом, конечно, я должен был бы параллельно еще вот это вот разобрать, но это как раз здесь и собираюсь сделать. Я как раз собираюсь эту Ашку отцепить, а это заменить на АА со звездочкой. То есть, фактически, такое-то правило я мог бы иметь в виду, что у меня вместо того, что я хочу доказать Пи-стрелка Альфа со звездочкой, я буду доказать Пи-стрелка Альфа Альфа со звездочкой. Это более сильное, поэтому я имею право. Но здесь я хочу это делать внутри произведения. И делать это без произведения я не могу. Потому что тогда это будет просто неверно. Это значит, что, чтобы строить такие доказательства, нам фактически нужно не сечение в самом общем виде, потому что сечение можно было бы сделать какими-то нетривиальными формулами, например, вот самой вот такой формул. А нам нужно, чтобы мы могли применять наши правые правила глубоко. Нужно исчисление глубокого вывода правой части. То есть, правые части должны позволить нам это делать. И для этого, значит, Анупам Дас и Дамьен Пу придумали сечение гиперсеквенциальное, которое назначается HKA, а потом будет еще LHKA, лево-гиперсеквенциальное. Это мы, может быть, сегодня сформулируем, может быть, в следующий раз. Давайте я все-таки его сформулирую. Значит, соответственно, мы его будем использовать. Значит, гиперсеквенциальное исчисление. Так, это мы могу стереть, бесконечный как бы вывод. Пример. Задачу я оставлю. Ну, пока у нас не было никакого класса алгебра. Да, но наоборот, то есть, как-то будет. Ну, это на самом деле в этой науке как-то принято, так бывает. Вот когда у нас есть абстрактный класс алгебра, то он как бы воспринимается как его логика. Потому что первые результаты подобного рода, они вообще формулировались не в логических алгебраических терминах. Они формулируют примерно так, что вот равенство регулярных выражений, тождество, это в точности тождество в произвольной алгебре клинии. Вот это вот Костон доказывал в такой постановке. А то, что тоже в произвольной алгебре клинии это то же самое, что доказуемо в некотором гильбергском исчислении, это там Линденбаум-Тарский. Но Костон этого не использовал, он же осуждал эти семантики. Мы это, конечно, потом увидим. Но там тоже до этого еще долго довольно идти. Значит, соответственно, что мы будем теперь делать? Гиперсеквенциальное исчисление, омега тоже, естественно. Значит, гиперсеквеция. Слева тоже последовательность формул. А справа, я буквой х обозначу красивой такой. Значит, это мультимножество. Можно и множество было бы на самом деле взять. Это, как всегда, там будет правило сокращения. Последовательность и флоков. Которая понимается следующим образом. В каждой последовательности запятая понимается к умножению. А в мультимножестве, ну, дельтами их обозначено, ну, дельтами, да. Мы это понимаем как дизюм. А писать мы будем вот так. Ну, и теперь, значит, это самое, аксиомы правила. Значит, левые такие же, как и для этого самого, для исходного исчисления. Значит, да, аксиомы идентисти пока я писать не буду. Место него будет что-то другое. Аксиомы про ноль. Ноль левые. Я обозначать их буду точно такими же значками, как и в старом исчислении. Ну, это формально, конечно, другие правила. Единица левая. Значит, дальше умножение. Гамма, альфа, бета. Плюсик. 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 ну вот такая значит это левые правила значит опять же выводы могут быть конечными условия корректности такое же сечение в этом учтении мы не рассматривать она полностью как бы это катши никакого устранения сечения нам здесь не нужно значит теперь задача на сотру это ставить значит теперь правые правила ну для нуля нет для единицы а вот даже начинается интересно значит правые правила будут похожи на левый казалось мы хотим что-то типа стрелка 1 иметь да а вот нет значит мы можем взять x какой-то можно нам не будет будет но это нам не нужно это не очень приятно это делать потому что там же справа но вот такое сечение слабенькое потому что то она справа только одну формулу разрешать как мы гиперсеквент так сказать или там это все в синтезе возвращать в общем до сечения значит можно сказать так вот это уже наша гиперсеквенциальная идея давайте забудем даже временно про этот x мы хотим значит давайте пока про x думать не будет пусть он пустой здесь мы хотим вывести фи умножить на единицу умножить на пси а вводим просто фи умножить на пси то есть мы вводим единицу под знаком умножения в правой части x это мультимножество вот такое да это это ну это но здесь формально надо написать так надо написать ну x мы обозначали как там его элементом переписали вот так да ну я пока последний она же не упорядочена но здесь написано формально следующий x как говорится вот так ну то есть это плюс такое мультимножественное объединение вот то есть мы взяли какую-то из их последовательности добавили в нее единиц а может там еще несколько копий той же самой последовательности осталось пожалуйста значит теперь следующее правило умножение а все то вот все будет как левое то есть мы никакого разбора в левой части не делаем мы его мы разбираем в самом конце то есть опять если x а нет вы просто разобрали его и будет какой-то как кусочек гамма соответствует фи какой-то кусочек гамма альфика кусочек альфа бете мы делаем параллель значит дальше плюсик ну вот значит опять же вроде в нашем исходной постановки был какой-то выбор а и не будет никакого выбора мы этот выбор сохраним нашей дизъюнкции значит это соответственно единица лира правая это умножение правая это плюсик правой то есть смотрите что здесь происходит когда мы искали вывод в исходном нашем исчислении мы должны были делать выбор вот какую из альфа или бета выбрать справа как разделить эту гамму между альфа и бета умножение делали а здесь мы не делаем никакого выбора мы его откладываем наверх это у нас возникает цикличность значит и наконец звездочка правое правило для желтки такое же как левое опять же пипси то есть но это это правое правило оно тоже социально аккумулирует наши два предыдущих правила но мы не делаем выбор мы не делаем выбор хотим ли мы альфа заменить на пустоту тем самым это мы работаем как с правилом звездочка р 0 либо мы хотим р заменить на альфа и альфа со звездочкой и как-то разбить гамму опять же мы это все сохраняем записываем но не делаем вот это правило она выглядит как вот это но статус у них разный вот это правило участвует в критерии корректности любой бесконечной ветви всего без сечения должно бесконечно много вот таких правил мы могли бы построить бесконечную ветвь используют только такие правила но это неправильно бесконечная она запрещена нашими правилами выведет неправильно естественно вывод надо а именно нас на вывод который чего угодно накажет если здесь хотя бы одна звездочка есть то мы можем бесконечно разбирать эту звездочку но это будет некорректно бесконечный вот такое вот правило такое исчисление и теперь значит что мы будем здесь доказывать значит я сразу тут тут можно в разных порядках это делать значит я сейчас делаю жену ужасную вещь тех кто конспектирует этот курс а именно я напишу другое исчисление посредством стирания кое-чего из этого значит я напишу из буковку l это исчисление так называемых они говорят его left most мне нравится слово левейший вывод это всегда идет левым путем значит это делается вот как ну давайте я буду не стирать я буду вычеркивать значит я везде удаляю левый контекст тактически по кругу я так правилось формулировано везде просто убрать гамму и и так записано вот это убирают это значит это вот левый а там везде фи да левый контекст мы убираем убираем вот это мы здесь тоже не надо значит и в правом тоже значит если вы хотите записать это не переписывая ничего у себя может написать что пи равно пи пусто во всех правилах но я еще не все сформулировал это я немножко поторопился на самом деле это для левого мы еще не сформулировали структурные правила аксиом вот про них мы немножечко подзабыли и сейчас я дело восстановлю значит это мы здесь то их выпишем структурные правила кстати будут по умолчанию в коем смысле левые поэтому там ничего не поменяется значит структурные правила во первых касаются значит структурные так называемые правила во первых они касаются правой части что с ней можно делать правой частью можно делать а следующее ну во первых можно и и это правило ослабление в дизюнкс добавить то есть мы имеем право в какой-то момент сделать выбор но он отложен у нас но вот здесь мы его делаем ну дальше вот это формальное правило сокращение дальше аксиома очень простая из пустоты следует пустота точнее не неправильно неверно статы следует ну давайте напишу лямбда стрелка лямбда это мультимножество составленное из одной пустой последовательности а это и пустая последовательность единиц следует и наконец такое хитрое правило не знаю даже как его назвать это на самом деле наша аксиома настоящая правило такое что если из пи я смог вывести какой-то x то дальше можно вот так написать тут такой значок тензора я напишу правило почему то обозначается буквой к это такое как мам навешивание модальности слева и справа а вот это альфа если икс это там дельта 1 или дельта м то это будет так сказать альфа дельта 1 альфа дельта м это правило говорит нам следующее что если у меня в правой части все последовательности в этой в этом иксе начинаются с альфа и слева у меня есть альфа тут то я как раз могу применить правило для умножения одновременно для всех этих штук подняв их наверх что делать если здесь что-то не начинается с альфа и она нам мешается можно его ослабить но тогда он пропадет навсегда эти правила в левом и в обычном исчислении одинаковы ну и теперь я ага к это к такой маленькая маленькая к ну так что-то называется а не так ну вот значит теперь давайте сформулирую наше утверждение которое мы будем доказывать значит а это будет такой квадратик значит у нас а ну давайте начнем вот с чего пусть пусть нас какая-то секвенция истина в регулярных выражениях ну здесь имеется в виду что все запятые заменены на умножение а вертикальная палочка на дизъемпцию здесь и запятые замены на умножение семантические истины стандартной интерпретации отсюда следует что и вот это будет наша основная теорема что она имеет вывод самый левый в этом исчислении с левым что можно вывести соответствующую секвенцию здесь пока бесконечный пока никаких потом утверждается отсюда следует что она выводится имеет бесконечный вывод в ашка но может быть правда с сечением вот ну и тут нам нужно будет нам нужно будет устранимость сечения и и подождите извините не 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 сейчас я ошибся по праву значит сначала я напишу вот так давайте скажу бесконечный использовать а она выводится вот так это очевидно просто мы левый вывод взяли а там разрешаются произвольные и теперь я не буду переходить через я даже могу сказать следующее что отсюда будет следовать что она выводится в к бесконечность сечения я напишу к омега я напишу что к омега ну даже без сечения на самом деле выводит эту секвенцию а дальше отсюда следует вот так это вот это мы уже знаем это будет достаточно легко сделано это вот очевидно а вот это содержательная наша теорема это то что мы сделаем следующий раз мы докажем значит что левых выводов хватает для доказательства любой истинной а что мы сейчас за оставшиеся пять минут можем сказать очень быстро значит левые выводы циклятся с этого мы начнем нашу следующую лекцию сегодня я дам общее соображение как бы в эту пользу значит что мы можем сказать давайте а можно даже доказательства произведу что значит теорема отдельно это первая как бы теорема будет чисто инфинитарная по своей сути а вторая теорема которую мы формулируем сейчас что если у нас есть вывод вот такой то есть циклический вывод ну давайте сначала общую идею скажу потом некоторые детали значит общая идея какая что мы утверждаем эта теорема на самом деле доказывается так как в части которую читал даниер доказывалось теорема для геоделя лёпп помощью принципа дерихле что у нас есть конечное число секвенций возможных выводе и есть бесконечный вывод это означает что в нем конечное то есть в нем его можно зациклить мы на эти повторяющиеся секвенции и на каждом бесконечном пути мы можем его зациклить это не значит что он изначально был циклическим мы могли бы эту секвенцию каждый раз как-то по новому пытаться доказывать. Ну, мы можем его обрезать и зацепить. Но, понятно, что в Геодли-Любе откуда это бралось? Это бралось от того, что у нас были значит были мультимножества секвенций, секвенции были мультимножествами, но на самом деле, грубо говоря, можно было их сделать, ну, почти что множеством. Здесь у нас тоже есть мультимножество, и мы тоже будем делать их почти что множествами. Значит, но при этом мы имеем еще последовательности в наших выводах. И проблема, почему у нас произвольные выводы не циклились. Ну, хочу я доказать чего-нибудь, типа там АА со звездочкой содержится, А звездочка на А содержится в А на А со звездочкой. Я начинаю разбирать А со звездочкой, у меня оттуда вылезают Ашки, я должен их А, потом АА много раз. И несмотря на то, что у меня было свойство подформульности, секвенции получались разные, значит, количество соответствующих вхождений. Вот в этом левом исчислении мы этого избежали. Дело в том, что вот это правило звездочка L, ну, звездочка R нельзя применять там много раз, как правило, потому что у нас не выводят условия корректности. Звездочку L мы применяем много раз. Но, смотрите, что здесь произошло. Вот мы один раз разобрали Альфу со звездочкой. Здесь появилась Альфа. Вот, на самом деле, пока вот эту Альфу не разберешь, ты не имеешь права дальше вытаскивать Альфу со звездочкой. В этом вот весь трюк, что надо сначала разобрать то, что вынулось сюда, потом... Ну, и давайте я формальное доказательство произнесу. Оно основано на некотором таком соображении. Давайте мы скажем вот что. Значит, у нас исчисление без сечения. Первое, значит, соображение, что... Значит, первое, что в х любая дельта будет входить не более двух раз. Вот любой вывод бесконечный можно перестроить с соблюдением вот такого условия. Это ну, это делается с помощью правила сокращения и ослабления. Значит, как это делается? Допустим, у нас появилась в выводе секвенция, в которой вот этих дельт три, например, возникло. Но это значит, что одна из этих дельт где-то в процессе вывода возникла. Одна из этих дельт была активной, возможно, и с ней делались какие-то из наших правил. Но две другие дельты были просто прошли насквозь. Их можно сократить по правилу сокращения. А когда нам они понадобятся, мы опять создадим дельту с помощью правил ослабления. То есть всегда можно в любом выводе можно добиться, что в х каждая последовательность входит не более двух раз. Любой вывод можно так перестроить. Это первое соображение, оно простое. Это вот то же самое, что тонкие секвенции в ГЛ. Но этого еще не хватает. Второе соображение вот какое. Значит, любая формула о свойстве подформульности пришла из финальной секвенции. И давайте мы на подформулах того, что было внизу, введем такое отношение, что значит альфа меньше или равно бета. Внимание, это не давайте какие-нибудь точки над ними поставлю. Это не формулы, а это вхождение формул в целевую секвенцию. Вот это у нас значит вхождение формул в целевую секвенцию. И вот на них мы вводим такое отношение. Меньше либо. Да, конечно. Да, оно вхождение в нее. Значит, оно такое, что либо альфа входит в бету, то есть это подформула, и это вхождение подформулы, значит, либо альфа левее беты. То есть оно значит целиком находится перед ним. И утверждается следующее. Значит, во-первых, утверждается, что это линейный порядок. Любые, если возьмем любые два вхождения, то они либо одно находится внутри другого подформулы, либо они находятся вот так или так. А во-вторых, утверждается следующее, что в любой, вот возьмем любую секвенцию, которая находится внутри нашего бесконечного вывода, левого, утверждается, что в этой секвенции в любой последовательности, то есть в последовательности пи, а также в любой дельте отсюда, формулы упорядочены по вот этому отношению, причем строгому. Ну, если быть более точным, это надо сказать так. Вот давайте мы посмотрим на нашу секвенцию. она имеет вид какой-то, так сказать, там альфа 1, альфа 2, альфа n, стрелка, ну, пока что какой-то x. Значит, под ним есть такой вот спуск, и в конце у нас какая-то секвенция, куда как-то спустилась, давайте вот синим нарисуем, как-то спустилась альфа 1, как-то спустилась альфа 2, как-то спустилась альфа n, и так далее. И утверждается, что здесь будет какая-то альфа 1 с точкой, здесь будет какая-то альфа n с точкой, альфа 2 с точкой. Это вхождение соответствующей под формулы, она уже не независимая, просто сама впоследствии стоит, она входит как под формулу. И утверждается такое, что если и меньше ж, то вот это вот альфа и с точкой строго меньше, то есть оно не совпадет, чем альфа ж с точкой. Это верно для левой части и для каждой из дельт в правой части. Там будет совесть бета, они тоже будут. Нет, утверждение, что если в любом выводе, это так. То есть он левый. Он левый. Смотрите, почему это происходит? Это просто анализ наших правил. Смотрите, значит, у нас ноль, ну, ноль это неинтересно, ладно, допустим, вот это вот правило, да? Что происходит? Значит, у нас вот эта секвенция, точнее ее образ в нижней этой части, он находился вот в этом отношении с любой формулой из дельты. Правильно? Теперь посмотрим вот эти альфа и бета. Значит, вот эта формула альфа и альфа-бета перешла в какую-то. Внутри нее есть альфа и есть бета. Причем альфа левее беты находится. И каждый из этих формул находится в этом отношении с дельтой. То же самое относится, естественно, вот к этому правилу. Просто тут мы убрали что-то. Если это под формулой, если вот образ вот этого находился в отношении меньше, чем дельта, то образ альфа-бета тем более находится в отношении меньше, чем дельта. По транзитивности. Это под формулой вот этого. Дальше, ну с единицей тут мы просто убрали, тут меньше стала формула, поэтому все хорошо. Ноль понятно. И вот самое интересное это альфа-звездочка. Левая. Смотрите, что происходит. Ну здесь с дельтой вот с этим правилом ясно. Первая посылка. Вот здесь дельта, в ней все хорошо, в ней они упорядочены как надо, а мы альфа-звездочку просто убрали. Теперь смотрим вот на это. Вот сюда. Что происходит? Значит, вот дельта, любая формула из дельты, ее образ, он правее, чем образ вот этого альфа-звездочка. Правильно? Значит, получается с этим все хорошо. И остается только правее, что эта альфа должна быть меньше, чем альфа-звездочка. А она меньше, потому что мы так определили наше отношение. Она строго входит вот в эту альфа-звездочку. То есть на самом деле альфа-звездочкой наследуется вот так, а вот этот альфа, он наследуется как бы в нее. А это и по формуле. Это для левых правил, ну для правых правил, на самом деле, все это то же самое, потому что они такие же, как левые. Каждая из вот этих вот последовательностей в иксе ведет себя точно так же, как и это. Ну и наконец сюда смотрим. Здесь просто чего-то убрали, условие не нарушилось. Здесь скопировали одно и то же, в каждой дельте условие выполняется, оно локально для дельты. Здесь, по этому делу, никаких формул не статривиально. Здесь, ну опять же, мы убрали альфу отсюда, убрали альфу отсюда. Формула стала меньше, проверять меньше, все хорошо. И теперь, вот на этом мы заканчиваем лекцию, извините, что немножко дольше сегодня получилось, минут так на 5-10. Но мы доказали важную вещь. Смотрите, у нас, в частности, отсюда следует, что никакие две формулы, значит, отсюда следует, что альфа и т с точкой не равно альфа житому с точкой. То есть, в нашей секвенции, которая, в любой последовательности, которая находится вот в этой вот, в любой секвенции в выводе, нет двух формул, которые при спуске вниз отображаются в одну и ту же подформулу секвенции, целевой. Потому что они находятся в отношении строго меньше. Что это означает? Это означает, что число последовательностей, которые могут возникать, этих π и φ и δ, ограничено количеством подформул нашей исходной секвенции. Сейчас все равно конечное. Но как бы на самом деле, как бы на самом деле квадратично. То есть, может быть, что мы вытащили альфу, мы забываем альфу со звездочкой, мы положили альфу со звездочкой и рядом скопировали альфу. Но их не больше, чем подформул. Это значит, что число возможных последовательностей в наших секвенциях, которые тут есть, конечное число. А значит и, поскольку у нас еще есть первый пункт, что любая дельта не более двух раз входит, то количество секвенций, которые могут встречаться в этом выводе, конечное число. А из этого следует, что вывод будет циклиться. Почему? Ну, потому что я возьму любую бесконечную ветвь. Значит, на этой бесконечной ветве у нас есть копии на одной и той же форме. И поскольку на этой бесконечной ветве бесконечно много раз применяется правило про звездочку, звездочка L, то можно выбрать на этой бесконечной ветве вот она идет, два вхождения одной и той же секвенции, что между ними где-то будет вхождение правила звездочка L. А нам не важно, какого. У нас условие корректности простое. И это значит, что я могу вот все, что находится выше, удалить и здесь нарисовать такую вот циклическую стрелку. Ну и дальше, как делают, можно немножко по-разному подходить, как весь вывод переделать циклический. Ну, пам, да, сведомьен, пу, делают так. Они говорят, что давайте мы сделаем это везде для любой бесконечной ветви. Вывод будет циклическим после этого. Единственное, что иногда вот эти вот такое преобразование на самом деле не нужно, потому что произойдет где-то уже там, где мы в другой раз все выкинем. Просто мы про каждую бесконечную ветвь находим такой на ней кусочек и так ее режем. Вот это такой более простой. Сделать. Да, ну одновременно с ними все это делаем. Он будет конечным. Если мы возьмем бесконечную ветвь, на каждой из бесконечных ветвей мы найдем вот такой вот, значит, найдем место, где вот две копии одной и той же формулы, а между ними находятся правила, и мы вот это, это, это бесконечное, одновременно со всеми бесконечными ветвями сделаем такое преобразование. А он после этого просто станет конечным. Он после этого будет конечным, естественно, потому что у нас все-все ветви обрезаны. Вот. Значит, после этого мы получили следующее следствие, на этом мы закончим сегодняшнюю лекцию, что вот эта теория перечислима. Потому что мы задали ее исчислением с конечными, наносу циклическими. Разрешимость мы пока что не получили, это немножечко хитрее, нужно оценивать длину этих циклов, это не так просто. Ну и в следующий раз мы начнем доказать статистику этой теоремы. И тогда уже мы, ну вот без этой теоремы, конечно, все это не получается. Все выводы можно сделать левыми. Доказательство, кстати, довольно простое. Ну просто достаточно, практически такое же агрессивное рассуждение, но с некоторой не интересной технической левой. Спасибо за внимание. В следующий раз встречаемся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok